Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня расскажу вам о алое. Сзади меня посмотрите. Алое Вера. Он цветет. Сейчас январь месяц. И он уже как месяц, полтора месяца стоит в цвету. Полюбуйтесь, какие у него маленькие, непримечательные цветочки. Одна стрела и на ней вот такие вот желтые цветы. Немножко уже они облетели, но вот это вот маленькие такие цветочки. Долго очень стоят. И холодно было, и дожди, но им все нипочем. Вот здесь он желтого цвета. Покажу еще есть какого цвета другого оранжевого. Его применяют как в медицине, косметике, изготавливают из него крема. А также алое Вера просто применяют в пищу. Готовят сейчас даже йогурт с кусочками алое Вера. Алое Вера полезный, вкусный для желудка. Напишите в комментариях, как вы используете алое Вера. Это супулен. Он может длительное время обходиться без воды. И накапливает влагу в своих мясистых листьях. В домашних условиях, конечно, алое Вера не цветет. Хотя, может быть, у кого-то и цветет, напишите в комментариях. Но это редкий случай. А в естественной среде, в природной, он цветет каждый год. Очень неприхотливое растение, как в естественных условиях, в уличных, точно так же и в домашних условиях. Поливать его вообще лучше один раз в одну-две недели. Лучше не полить, чем перелить, потому что алое очень подвержен гниению корней. У алое Вера горьковатый вкус, травяной какой-то медицинский запах. Это хороший антисептик, заживляет быстро раны. Алое выращивают в вазах, в вазонах. Таким большим кустом он уже разрастается. Вот этот алое Вера пострадал нечаянно в прошлом году. И посмотрите, у него, вот у обычного, как бы одна розетка, и из нее уже выходят листья. А у этого получилось 5-6 розеток, точно вот я насчитала. Это все из одного корня они растут. Вот там вот. Посмотрите, еще сам вот я оторвала уже. Мясистая внутренняя часть такая, как желе, сок. Ну вот у этого колючки не острые. Не очень такие колючие, но все равно неприятно. Это вот полуторагодовалый росточек. Там еще маленькие есть отросточки. Вот этот тоже цвел, цветонос. Посажен был один вот этот вот алое. Алое Вера первый. И от него уже пошли вот эти вот все молоденькие росточки. И, конечно же, так как алое это у нас южное растение, то оно любит много солнца. Не прямых солнечных лучей. Алое изначально произрастало в Африке. И как вообще определили, что оно съедобное и полезное? Методом наблюдения. Когда длительные путешествия были через пустыню, люди обратили внимание, что верблюды едят алое и прекрасно себя чувствуют и хорошо переносят все эти пустынные переходы. То, что употребляют в пищу животные, животное не будет употреблять какую-то ядовитую растительность. Поэтому попробовали и вывели такие замечательные свойства, как вплоть до долголетия. Все эти рецепты, их множество. Делитесь в комментарии, если у вас есть какой-то свой специальный рецепт приготовления из алое каких-нибудь волшебных средств для здоровья, красоты, молодости. Я буду рада почитать ваши комментарии. Вот это тоже алое. Посмотрите, какой красавчик. У него пятнистый такой листочек. Практически не колется. И очень красиво смотрится он, как такой звездой. Даже в уличной композиции на улице с белым камнем оттеняет клумба из суккулентов. То есть толстянка и алое. Не требует никакого дополнительного ухода. Очень простая. Вот тоже пример малоуходной клумбы. Посадил, как говорится, и забыл. Вот еще обратите внимание, вот здесь уже детки растут. То есть вот здесь можно взять, рассадить. Обычно так и размножают. То есть берут и детку отделяют. Он быстро приживается, хорошо растет. А с вами была Георгиевская Татьяна. И жду вас на канале Тати Гео. И желаю вам полезных растений у вас дома. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok